Здравствуйте! Мы сегодня начинаем очередную тему по дисциплине теневой экономики под названием «Роль теневой экономики в развитии экономических систем», подготовленной кафедрой на экономической теории Национальным университетом Узбекистана имени Мурзова Бекка. Мы сегодня рассмотрим три учебных вопроса, которые представлены перед вами на слайде. Необходимо, прежде чем начать нашу лекцию, дать определение, что такое теневой экономики. В любом случае, какие бы определения ни были, они означают, что экономическая деятельность противоречащая действующему законодательству, то есть совокупных нелегальных хозяйственных действий. В июле 2019 года на брифинге Агентства информации и массовой коммуникации, тогдашний министр экономики и правительства Узбекистана Батарас Адлович Хаджаев упомянул, что объем теневой экономики на сегодняшний день составляет примерно 45-46%. Большая часть населения Узбекистана все еще работает в неформальном секторе. То есть занятость в официальном секторе экономики составила 5,4 миллиона человек, тогда как в неформальном 7,9 миллиона человек. Далее он представил несколько цифр, которые отражают масштабы теневой экономики в отдельных странах мира. Первый наш учебный вопрос – это теневая экономика как элемент всемирной экономической истории. Нужно признать, что оно возникло тогда, как только возникло само государство, налагающее на своих подданных определенные обязательства и ограничения, то есть вне государственных деятельностей лиц, игнорирующих общественный договор. В античных средневековых обществах Европы, где государство не стремилось к тотальному контролю над обществом, теневая экономическая деятельность развивалась в заметно меньшей степени, чем в странах Востока. Тем не менее, она известна в этих экономических системах. Так, серая неформальная экономическая деятельность развивалась в Западной Европе в основном в форме внецехового ремесла, нарушающей цеховые привилегии и уставы. Любопытным примером Беловоротничковой теневой экономики стало ростовщичество в христианских странах, хотя, согласно экономическому праву, было запрещено давать суды под проценты. Капитализм, в собственном смысле слова, прочно стал на ноги лишь тогда, когда протестантская этика санкционировала погоню за богатством в форме честного бизнеса, допускающей конкуренцию, но и исключающей насилие и нарушение закона. То есть эпоха нового времени завершается легитимизацией одних форм теневого бизнеса и ужесточением борьбы с наиболее криминальными формами. Во второй половине XX века произошел новый взлет теневой экономики, связанность это с глобальной в трансформации хозяйства. Усиливающая в 70-х годах криминализация экономики в социалистических странах стала результатом поражения командной модели индустриального общества соревнований с рыночной моделью. А в 90-х годах в ходе радикальных экономических реформ в постсоциалистических странах произошла буквально великая криминальная революция. Теневая экономика в историческом аспекте сформировалась как хозяйственная деятельность, которая находилась вне социального признания и нужно признать, что имел деструктивный характер и основывалась на криминальных деяниях, находилась вне закона и был направлен на подрыв государственной власти. Таким образом, развитие любой социально-экономической системы обязательно включает развитие теневых экономических отношений и, следовательно, эти отношения не являются чем-то случайным, а закономерно порождены формационным развитием. Второй учебный вопрос – это теневая экономика как фактор ускорения общественного развития. Развитие общества обязательно связано с постоянными инновациями. Часто под ними подразумевают лишь чисто технические открытия. На самом деле, не меньше роли играют изобретения новых институтов, то есть новых правил игры. Поскольку законодательные нормы призваны отражать волеизъявления большинства, рождение новых правил игры, как правило, происходит с нарушением закона. То есть, следовательно, институциональные новаторцы обязательно включают конкуренцию в старых формальных и новых неформальных практиках. Фридрих фон Хайек отмечал, что конкуренция важна как исследователь процесс, в ходе которого первооткрыватели введут поиск неиспользованных возможностей, доступных в случае успеха и всем остальным людям. То есть, конкуренция, как процедура открытия, обязательно включает и конкуренцию легальной экономики с теневой. Сильнее всего инновационную роль теневой экономики проявляется при межсистемных сдвигах от перехода одной экономической системы к другой. Лучшей тому иллюстрацией является бурное развитие теневой экономики в последние десятилетия существования СССР. Открытие теневой советской экономики произошло примерно в 70-е годы, когда зарубежные советологи начали изучать самостоятельную хозяйственную жизнь в странах социалистического лагеря. Особенно любопытна концепция Аарона Кацинеллин-Бойгена, которой была представлена наиболее подробная классификация рыночных отношений в якобы тотально планируемом советском хозяйстве. Он предлагал рассматривать советскую экономику как своеобразный синтез официально плановых отношений с рыночными, легальными, полулегальными и совершенно нелегальными. Тем самым по существу вопрос о скрытой многоукладности советского хозяйственного строя он раскрыл. В 80-е годы советологи вообще стали приходить к мнению, что за ширмой всеобщей планомерности и зарегулированной в СССР фактически скрывалась экономическая система смешного типа, где неформально неконтролируемое производство играло во многих отношениях не меньшую роль, чем производство официальное. Поскольку в советской экономике участниками нелегальных рыночных отношений были буквально каждая, то эта тотальность теневых и рыночных связей облегчила рыночную модернизацию в 90-х годах. Многие рыночные институты не рождались на пустом месте, а всего лишь трансформировались из теневых в легальные. Именно советская теневая экономика, а не вылазки малочисленных диссидентов сыграли главную роль в подготовке перехода от командно-экономической системы к рыночному хозяйству. Тем самым теневая экономика является застрельщиком не только межсистемных, но и внутрисистемных сдвигов. Третий учебный вопрос. Теневая экономика как фактор торможения общественного развития. Если для появления институциональных инноваций теневая экономика полезна, то для укоренения она может быть опасна. Чтобы новые правила игры стали массовыми, они должны потерять впривкус криминализма и стать закрепленным формальным праве и массовым сознанием. Новые правила игры имеют нелегальный статус для их участников, то есть энергичных авантюристов. Просто необходимо умение идти на нарушение закона с легким сердцем. Однако это наплевательское отношение к закону в принципе не может на долгое время стать общепринятым. Любая деловая культура держится на уважении закона. В противном случае бизнес превращается в игру без правил и саморазрушается. Поэтому легализация каких-либо теневых отношений не должна категорически означать легализацию беззакония. Другим элементом теневого наследия является обязательно наличие в теневых отношениях элементов того социально-экономического строя, в недрах которого оно развивается. Когда теневые экономические отношения легализируются, эти элементы становятся элементом торможения общественного развития. Новые русские в большинстве своем выходцы либо из советских теневиков, либо из старой хозяйственно-политической элиты, став легальным предпринимателем, отнюдь не высказывали горячего стремления совершенствовать производство, предпочитая этому различные способы рентеискательства. Их поведение это не только стремление к честному прибыли по выбору и страсть творческой и саморализации по шуму, сколько готовность попирать все человеческие законы по марте. В советской хозяйственной системе на самом деле существовали две параллельные теневые экономики – рыночная и командная. Эти две системы представляют собой по существу две стороны одной монеты, поскольку общим правилом было совмещение ролей. Концепты двойного дуализма позволяют сформулировать более взвешенный ответ на вопрос о том, в какой степени теневую экономику советских регионов можно считать инкубатором рыночных институтов. Тем самым можно сказать, что отечественная теневая экономика одновременно ускоряла и тормозила формирование нормальных рыночных институтов. Точнее говоря, она облегчала начало перехода от советской командной экономики по советскому рыночному хозяйству, но затрудняя завершение этого перехода. Двойственную функцию теневой экономики можно упомянуть на примере Российской Федерации. То есть, здесь универсальная закономерность заключается в том, что теневые отношения намечают пути институциональных инноваций, но в процессе их массового внедрения начинается тянуть назад. В процессе генезиса капитализма, который начался со своей криминальной революции, завершился торжеством правового общества. В заключении необходимо отметить, что проведенный круглый стол в 2019 году в июне месяце в Уоле и Мазлисе было признато, что теневая экономика имеет ряд основных факторов, которые заставляют их формировать. Они перед вами на слайде. В заключении вопросы семинарского занятия. Спасибо за внимание. До свидания.